огромный фото привет мои творческие друзья и коллеги а сегодня у нас с вами снова мобильная фотография снимки нам с вами любезно предоставила елена парочка вот таких вот замечательных кадров и мы будем с вами обрабатывать портрет в теплых киношных оттенках обращаю ваше внимание что эти снимки сделаны на телефон и обрабатывать конечно же мы с вами будем эти фотографии также на телефоне в мобильном lightroom с разрешение елены снимки с которыми я буду сегодня работать вы сможете взять свободном доступе по ссылке под видео и обрабатывать их вместе со мной а результатом нашей обработки сегодня станет три пресета формата динджи которые вы также можете скачать по ссылке но пресеты будут находиться под паролем пароль в одной из подсказок которая появится сверху в правом углу вот здесь пароль вам необходимо будет ввести в поле для этого нужно пройти по ссылке под видео пару важных моментов про обработку и пресеты обработка которую мы с вами сегодня будем делать хорошо будет смотреться на ярких дневных фотографиях особенно где зеленый желтый оранжевые синие цвета и это обработка отлично подойдет не только к женским портретом но также к мужским и еще один важный момент пресеты формата динджи подходит для всех программ по обработке изображений от adobe photoshop это не только мобильный lightroom но и конечно lightroom на пк и камера роу adobe photoshop инструкция по установке настройки пресетов также находится в папке с пресетами ну а теперь непосредственно обработка поехали итак у меня открыт мобильный lightroom первым делом я открываю панель света фотография очень яркая поэтому я чуть-чуть немного прижму экспозицию контрастность трогать не буду по крайней мере пока светлые области полностью уберу на минус 100 чтобы убрать лишнее свечение его видно вот особенно на джинсах и на рубашке ну и также на лице тени я немного осветлю где-то плюс 40 будет достаточно белую убавлю посильнее в районе минус 70 черные наоборот прибавлю плюс 45 далее мы переходим с вами в кривую нам нужна кривая rgb поработаем немного над контрастом поставим ключевые точки на перекрестиях теперь опустим точку белого немножко вниз точку черного приподнимем посильнее и средние тона опустим увеличив контраст изображения вот так вот смотрится неплохо оставим так давайте дальше мы с вами перейдем в цвета поработаем с цветом а потом вернемся в кривые и сделаем интересное тонирование за счет кривых а теперь работаем с цветами итак панель цвет переходим смешение цветов красный я уведу немного в сторону оранжевых где-то примерно на 20 насыщенность красных оттенков пониже посильнее минус 40 яркость трогать не буду оранжевые цвета оттенок немного в сторону красных минус 4 солнышко очень сильно окрасила кожу девушки поэтому давайте мы насыщенность уберем посильнее даже вот наверное где-то так вот так оттенки кожи смотрится более естественно и сделаем совсем немного потемнее чтобы добавить легкий загар в данном случае кожа получилась темновато я ее хочу сделать немного посветлее плюс 8 пожалуй будет достаточно желтые оттенки оттенок я переведу в сторону оранжевых посильнее где-то примерно на пожалуй минус 48 насыщенный желтых уберу посильнее чтобы убрать все грязные оттенки пожалуй где-то вот даже вот столько минус 70 минус 72 яркость трогать не буду зеленые оттенки оттенок передвинем сторону желтых где-то примерно на 53 насыщенность зеленых я тоже убавлю посильнее но чтобы совсем не пропадала я оставлю пожалуй вот такое значение минус 61 яркость трогать не будем аквамарин давайте уберем немного насыщенность и приберем немного яркость аквамариновые оттенки сделаем чуть-чуть похолоднее в сторону синего синие цвета оттенок я убираю в сторону аквамарина пожалуй такое значение будет достаточно и насыщенность синего я сильно приберу чтобы убрать лишние паразитные цвета но совсем убирать с вами не будем давайте оставим вот такое легкое значение чтобы у нас оставался легкий намек на синий цвет и чтобы сделать его немножко потемнее давайте уберем яркость до значения примерно ну наверное минус 30 фиолетовый цвет оттенок я уберу в сторону синего где-то примерно на минус 60 насыщенность уберу полностью малиновый цвет полностью переведу оттенок в сторону красного насыщенность полностью пониже кликаем готова давайте сделаем фотографию слегка потеплее температуру я поставлю на плюс 12 оттенок я не трогаю ну и далее мы с вами наверное уберем немного насыщенность и вернем ее за счет добавления красочности даже можно сделать посильнее где-то в районе 50 чуть-чуть еще добавлю насыщенности поставлю пожалуй вот такие настройки возвращаемся в панель свет в кривые переходим в красный канал ставим ключевые точки стараемся чтобы наша кривая не сдвинулась и осталось на одном месте и точку средних тонах чуть-чуть изгибаем вниз совсем чуть-чуть теперь переходим зеленый канал ставим ключевые точки делаем очень аккуратно чтобы у нас кривая не сдвинулась и также в средних тонах слегка изгибаем вниз еле заметно таким образом мы с вами в тени добавляем циановые оттенки фиолетовые и сейчас добавим немного желтых в синем канале фиксируем ключевые точки и точку средних тонах также слегка немного опускаем вниз если вы хотите сделать фотографию потеплее вы в синих тонах можете точку среднего опустить еще немного ниже кликаем готова и еще друзья мне кажется все таки нужно сделать фотографию чуть-чуть потеплее давайте мы перейдем с вами в панель цвет и немножко добавим температуры вот так пожалуй будет достаточно давайте теперь поработаем еще с кожей для этого нам нужно перейти в смешение цветов в оранжевый цвет и давайте подберем такое значение при котором кожа будет выглядеть естественнее отлично я оставлю так кликаем готова давайте посмотрим какое изображение у нас было и что в итоге мы с вами получили по моему очень неплохой результат теперь давайте добавим небольшую виньетку слегка прибавим удаление дымки это добавит немножко контрастности на это изображение давайте добавим немного резкости и маскирование поставим примерно где-то на 50 все наша фотография готова давайте мы сохраним все настройки в пресет и так переходим в наборы пользователя создать стиль мой просит будет называться happy заман теперь давайте перейдем в панель свет и в панели свет я сниму значение экспозиции это индивидуальные настройки кликаю галочку давайте выйдем из этой фотографии выберем другую эта фотография насколько я вижу снята в то же время в том же месте давайте мы сейчас к этому снимку применим созданный нами пресет и так заходим в стиле выбираем happy заман кликаем галочку переходим в панель свет фотографию нужно немножко доработать повышаем слегка экспозицию можно добавить немного информации в тенях далее переходим в панель цвет здесь я бы сделал чуть-чуть похолоднее на этом снимке в отличие от предыдущего кожа утратила свой цвет поэтому давайте мы перейдем смешение цветов в оранжевые оттенки немного добавим насыщенность пожалуй вот так будет достаточно и здесь на джинсах у нас проявилось больше синего давайте перейдем в синий и немножко еще его убавим пожалуй вот так давайте посмотрим что здесь можно сделать с рубашкой но при этом чтобы не испортить кожу лица я выберу вот такое масштабирование перейду в красный цвет и попробую увести красный цвет в сторону оранжевых оттенков рубашка стала не такой розовый на коже лица это никак не отразилось давайте оставим таким образом единственно что я хочу суда зайти в кривые и убавить немного значения желтого вот так мне кажется это снимок смотрится поинтереснее кликаем готова ну что так как мы здесь внесли достаточно много изменений то у нас собственно говоря появился еще один пресет таким образом у меня получилось три пресета 3 это тестовый пресет я его делал когда первый раз обрабатывал эту фотографию давайте посмотрим какая фотография была изначально и что с ней стало после обработки мне нравится такой стиль я думаю что елена останется довольна а на этом друзья сегодня все но впереди нас ждет богато разнообразие жанров и способов обработки поэтому не забудьте подписаться именно так вы не пропустите новый урок и раньше всех сможете стильно и красиво обработать свои фотографии ставьте лайки меня это мотивирует делать видео чаще пишите комментарии делитесь своими мнениями под видео это обязательно будет интересно всем кто любит и увлекается фотографией легкой обработки красивых вам фотографий интересных сюжетов и до новых встреч всем пока удастся и Субтитры сделал DimaTorzok